Я рассказывал, как я под дождем тренируюсь. Вот говорю, сейчас был очень-очень сильный ливень. Я тренировался здесь один на стадионе, бегал. Даже думал, что у меня сейчас все, ну, так кажет. То есть мои эти наушники, все это промокнет, телефон промокнет. Все, потому что даже в сумке, ну, она вся насквозь сырая. Ну, ничего, вроде все нормально. Записывал. Почему? Что меня простимулировало? Я мог убежать домой, конечно, в такой страшный ливень. Когда я только еще пришел на стадион бегать, ну, вроде волос. Залом, да, могу там убежать домой, потом прийти попозже позаниматься. Ну, нет, у меня настроение очень хорошее. С чем это связано? Вчера мне пришло письмо о том, что мой товарный знак зарегистрирован. Я так этого долго ждал, ну, можно сказать, практически год я этого дела ждал. И вот мой товарный знак и мой символ, вот этот вот, который у меня на майке находится, он зарегистрирован. Он на самом деле на всей моей продукции есть, и на макеварах, и на майках, и на дисках, вообще на всем. Но все хоккеисты знают, что это мое, но оно не было до конца мое. Теперь оно полностью мое, и я рад, ребята. И я хочу сказать, что теперь вот этот самзнак используется только на моей продукции. То есть, если этого самзнака нет, эта продукция не моя. Если будут подделывать, конечно, ну, это их дело, если получится, то они за это тоже по заслугам хорошо получат, но уже на совершенно законных основаниях, а не в частном порядке, как это бывало там иногда. Вот. Так что вся моя продукция защищена. Будете видеть этот символ, будете знать, что это мое. Вот так вот. Большое спасибо за внимание. Можете меня поздравить. Продолжение следует...